Музыка Процесс приема на работу иностранного работника и оформление трудовых отношений с ним во многом зависит от правового статуса иностранного гражданина. Работодателю необходимо знать, какие документы для этого ему потребуются и каким алгоритмом действия он должен руководствоваться. То же самое касается и граждан других стран, решивших устроиться на работу в России. Как правильно заключить трудовой договор с иностранцем, какую роль при этом играет правовой статус, какие документы должны предоставлять сотрудники иностранцы. С этими вопросами нам помог разобраться старший инспектор отделения по вопросам трудовой миграции, отдела миграционного контроля и трудовой миграции МВД по Карачаево-Черкесской республике Аджиева Рита Мухадиновна. Добрый день, Рита Мухадиновна. Давайте начнем с того, что объясним зрителям, что нужно сделать иностранному гражданину, чтобы осуществлять трудовую деятельность в России. Иностранный гражданин, прибывший в визовом режиме, обязан получить разрешение на работу. Разрешение на работу выдается на основании разрешения на привлечение полученного работодателем. Возможно, такие категории, как с учетом квоты и без учета квоты. То есть без учета квоты у нас идут квалифицированные специалисты, либо высококвалифицированные специалисты. Остальные все в квоту идут. Необходимо работодателю квоту получить в центре занятости. То есть он подает заявку в межведомственную комиссию, межведомственная комиссия рассматривает данную заявку и принимает решение об этой квоты. Иностранные граждане, прибывшие в безвизовом режиме, получают, соответственно, патент для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Что нужно сделать работодателю для привлечения иностранных работников? Подать заявление на получение разрешения на привлечение иностранного работника. Получить разрешение на привлечение, если это касается граждан, прибывших в визовом режиме. Граждане, прибывшие в безвизовом режиме, оформляют патент. Работодатели с ними заключают трудовой договор и, соответственно, предоставляют уведомления о заключении трудового договора. Также с 7 января 2024 года иностранные граждане сами тоже обязаны уведомлять в течение двух месяцев с датой получения патента предоставлять уведомления о осуществлении трудовой деятельности на территории Российской Федерации с приложением трудового договора. В каких случаях требуется разрешение на привлечение иностранных работников и в каких это разрешение не требуется? Разрешение на привлечение требуется, если работодатель привлекает иностранного гражданина, прибывшего в визовом порядке. Так как иностранному гражданину требуется разрешение на работу. А в каких случаях не требуется разрешение? Также разрешение на работу не требуется иностранному гражданину, прибывшему в безвизовом порядке, соответственно, он получает патент. Еще и разрешение на работу, и патент не требуется постоянно проживающим иностранным гражданам, временно проживающим иностранным гражданам, обучающимся на территории Российской Федерации и гражданам, членам Евразийского экономического союза. Что такое патент на работу? Что из себя представляет этот документ? Патент – это документ, дающий право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранным гражданам, прибывшим в безвизовом режиме. Какие документы необходимо предоставить для оформления трудовых отношений между работодателем и иностранным работником? Работодатель обязан с даты заключения трудового договора, вне зависимости от правового статуса иностранного гражданина, в течение трех рабочих дней предоставить уведомления о заключении трудового договора. Работодатель может это сделать через ЕПГУ, Единый портал государственных услуг, либо почтой направить, либо лично к нам принести и подать данное уведомление. Также с 7 января 2024 года иностранные граждане, получившие патент, обязаны уведомить наш орган. Также они могут тоже почтой направить, лично предоставить уведомления об осуществлении трудовой деятельности на ДВД РФ. Какие процедуры оформления на работу можно через госуслуги пройти? Через госуслуги можно только предварительно записаться на прием к нам. Иностранный гражданин, если имеет подтвержденную учетную запись, он может записаться предварительно к нам на прием. А подача уведомлений через ЕПГУ, это касается только работодателей. Давайте расскажем о изменениях, которые вступили в силу с начала года. У нас 316-й федеральный закон вносит изменения в 115-й федеральный закон о правовом положении иностранных граждан. Это говорится о том, что с 7 января 2024 года иностранные граждане обязаны уведомлять наш орган, получается, об осуществлении трудовой деятельности на территории РФ на основании патента. Они могут данное уведомление направить почтой, либо лично предоставить. Еще с изменения такого плана касается высококвалифицированных специалистов. У них заработная плата для осуществления трудовой деятельности ранее была 167 тысяч в месяц. Сейчас составляет сумму 250 тысяч в месяц. То есть при предоставлении уведомления о выплате заработной платы высококвалифицированному специалисту за первый квартал до 30 апреля 2024 года, у него заработная плата должна составлять 750 тысяч за квартал. Спасибо, Рита Мухадиновна, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. Во всем вопросам, связанным с оформлением иностранных работников, как работодатели, так и желающие устроиться на работу в России могут обратиться в многофункциональный миграционный центр, расположенный в Черкесске по адресу улица Октябрьская, 392 В. Редактор субтитров А.Семкин